По центру Москвы прокатилось несколько акций протеста. До последнего момента не было полной ясности, кто, где и когда собирается протестовать. Самые осязаемые планы оказались опять у оранжистов, с левым удальцовым. Они четче других заявили, что собираются на Калужской площади, чтобы идти на Болотню. Туда в основном все и собрались. Еще в апреле на канале «Дождь» Михаил Вестицкий, представляющий комитет ветеранов ВДВ, от имени движения «За честную власть» объявил сбор представителей подразделений спецназа ВДВ «Игру» на марш миллионов, отставных прежде всего, конечно. Но не указал точного места и времени сбора. Все, кто хотел к ним присоединиться, ждали конкретной информации, но накануне 6 мая не только не добавилось ясности, но и сам Михаил Вестицкий куда-то из сети исчез. Даже его профиль на одноклассниках, через который многие поддерживали с ним связь, найти не удалось. Пропал. Вот и пришлось всем, кто хотел митинговать вместе с военными, в итоге влиться в общий разноцветный поток шествующих за Удальцовым, Навальным, Немцовым, Каспаровым и Касьяном от Калужской площади до Болотной. На Болотной ожидался митинг, но не состоялся. Многих шествующих дюжи привлекало двукордонное отцепление в сторону Кремля, не доходя до Болотной. Отцепление впечатляло. Широкая пустая дорога и два плотных кордона полицейских поперек. Проходя мимо них, я тоже подумала, что неспроста. Как ружье в первом акте, которое по закону жанра неизбежно выстрелило. Выстрелило. В новостях об этом рассказали все каналы. Именно этот аппетитный кордон захотелось прорвать организаторам шествия. Итог по разным данным от 250 до 450 задержанных. Непонятно только было, почему удальцову силком удалили с трибуны митинга. Он же был согласован. Впрочем, в это самое время, в очередной раз созвонившись за конспирированными десантниками, я уже направлялась окольными партизанскими тропами к Манежной площади, митинг на который им согласовать не удалось. Из телефонного звонка подруги, смотревшей телевизор, я узнала, что в это самое время в районе станции метро «Театральная» задержали националиста Демушкина, который тоже кого-то собирал. Пустая Манежная площадь была со всех сторон оцеплена. Какие-то невнятные сборища накапливались в районе выходов из метро «Охотный ряд» по обе стороны Тверской улицы. Накапливались медленно и, кажется, спонтанно. Никаких отличительных признаков партии или движений, типа флагов, плакатов не было. Это были просто люди. Но их медленно, но верно становилось все больше. Они скапливались возле метро «Охотный ряд» и смотрели на пустую манежку. В какой-то момент полицейские принялись выставлять ограждение, теперь уже вокруг входа в метро. Сначала они объясняли это тем, что хотят оцепить угол Госдумы, но потом отрядами экипированного ОМОНа, собравшихся, стали теснить в сторону станции метро «Пушкинск». Люди, вяло возмущаясь, потихоньку сдавали в указанном направлении. Но вдруг произошло то, чего не понял никто. Около десятка ОМОНовцев решительным шагом вклинились в толпу, схватили кого-то и потащили в автозак. На возмущенные вопросы присутствующих полицейские не отвечали. Таким образом было задержано несколько человек. И никто из очевидцев не смог понять, за что. Никаких особых провокационных действий со стороны собравшихся вроде бы не наблюдалось. Можно объяснить, за что? Скажите, а за что пожилого мужчину забрали? Какого пожилого? Пожилой мужчина, такой седой. Мы же видели все. А что он сделал? В общем, акции протеста 6 мая показали нам, что социальный процесс все менее управляем. Им не управляет никто, ни власть, ни оппозиция. Единственное, что может противопоставить власть нарастающей протестной активности, это силовой заслон. Но он способен лишь загнать протест с улиц в подполье. На системные преобразования в государстве власть не пойдет. Путину не даст этого сделать олигархическая элита, интересы которой он представляет на своем посту. Серьезных лидеров в оппозиции, способных хотя бы внятно выступить перед собравшимися десятками тысяч граждан, тоже нет. Это означает либо скорую анархию, либо диктатуру правящего класса. Продолжение следует...